здравствуйте уважаемые зрители канала день тв сегодня у нас в студии доктор исторических наук вардан эрнестович богдасарян формальный повод для беседы это выход его новой книги в свет украинский нацизм говорить мы будем о политике конечно в первую очередь они о книге хотя конечно и они тоже вардан эрнестович приветствую вас здравствуйте вардан эрнестович вы можно сказать вот на мой взгляд продолжатель дела николая ульянова известного историка известного в том числе по его фундаментальной книги об украинском сепаратизме и будучи продолжателем вы тем не менее писали даже по заголовку видно не украинский сепаратизм там версия 2.0 да а вот украинский нацизм можно ли сказать что вот эта работа действительно логическое продолжение того что было написано николаем ульяновым но уже в новых условиях да безусловно это логическое продолжение работ николая ульянова но надо пояснить для слушающих может быть не все читали его фундаментальный труд происхождение украинского сепаратизма ульянов историк второй волны миграции условно 2 волны миграции он некоторое время работал в канаде сегодня канада в свете выступлений неких а из анансных в парламенте канадском украинских нацистов ну кто-то воспринят но надо же случилось такое что нацистов приглашают в парламент но по большому счету это в канаде было всегда значит это было даже это началось даже до окончания второй мировой войны это началось еще в тридцатые годы там очень были сильные симпатии вообще к нацистам на самом высоком политическом уровне эти симпатии заявлялись и в общем то что там поддерживались вот этот вот украинский националистический дискурс и там осили многие представители условно бандеровского движения но это вот давно свершившийся факт и ульянов оказался в канаде некоторое время оказался в манреале он столкнулся вот со всей этой ситуации ну и в общем то ответом было несколько публикаций по проблематике украинского сепаратизма и выход фундаментальной книги в шестьдесят шестом году происхождение украинского сепаратизма но туда это звучало как сепаратизм потому что еще существовал советский союз и еще факта отделения украины окончательного политического которое случится в девяносто первом году не состоялась поэтому он фиксировал сепаратизм ульянов ввел многое он показал влияние вот этого казацкого мифа он показал влияние польского фактора венского фактора австрийского немецкого но дальше он остановился по понятным причинам он жил в канаде потом соединенных штатах влияние американского фактора он обошел внимание оно безусловно было но в частности сегодня известна проект аэродинамик который в разных названиях и модификациях после второй мировой войны существовала это почему аэродинамик такое название готовились к не просто холодной войне готовились горячей войне и забрасывали на территории украины через воздух оружие продовольствия поэтому аэродинамик потом они трансформировались в большей степени просветительскую как бы такую подрывную пропагандистскую деятельность но значит исходно то проект был такой готовились к вооруженному конфликт вот это ульянов обошел внимание ну и конечно в общем то тут вопрос был фокус несколько был смещен не собственно идея теоретариальная сепаратизм отделение а идея уже вполне ясный стал миф нацистский фактически повторяющий то что имело место в нацистской германии значит со всеми вытекающими отсюда последствиями поэтому безусловно это линии николая ульянова но с определенными сделанными акцентами с несколько смещенным фокусом на тему нацизма и с выхода скажу так на перспективу вообще рассмотрение методологического генезиса а как создается производится и какие основания нацистского движения в целом может быть даже не только в привязке к теме украины это книга научная эта книга безусловно но опять-таки к и те научности знаете у нас каждый ученый определяет к этой научности по разному значит что что такое есть научность но научность в том смысле что эта книга основана на фактах если брать фактически имперический материал то книга книга безусловно научной то что проверяется империческим опытом фактическим материалом в этом смысле она Она, безусловно, научная, но есть попытка всё-таки её изложить таким языком, чтобы она могла считаться не только специалистами. А в научном сообществе как отреагировали на эту книгу? Есть какая-то реакция? Это, может быть, рано задавать такой вопрос, потому что книга совсем свежая? Или уже было что-то? Ну, знаете, опять-таки, научное сообщество у нас, оно различное. Знаете, когда открываешь ваковские журналы, первый ещё начинается ваковский журнал сегодня – это аннотация на английском языке. Сразу возникает вопрос, когда это так случилось, что английский язык стал языком, международным научным языком. Понятно, у нас наука в значительной степени, историческая в том числе, она не вполне суверенная. Значит, как бы доминировала до последнего времени парадигмы несуверенного такого колониального дискурса. В преподавании в высших учебных заведениях у нас по сей день излагается концепт, основной концепт, на чём построен историко-культурный стандарт, хотя вышли новые учебники, вот по дедакции Мединского, они несколько отличаются, противоречат историко-культурному стандарту, но по сей день у нас и для школы, и для, значит, вузов, это концепция модернизации. А что такое концепция модернизации? Она заключается в очень, как бы, таким, значит, предельно простой схеме, что когда-то существовало традиционное общество, оно было вариативно, оно различалось традициями, элигии, чем-то другим, значит, но всё стоймится к универсальному обществу, которое подобно и которое своеменному, значит, обществу. Вот путь от традиционного общества к своеменному называется понятием модернизация. Так вот у нас на уровне того, что называется историческая наука, до последнего времени, значит, доминировал вот этот вот модернизационный дискурс. Поэтому с этой точки зрения, если рассматривать научную реакцию как позицию большинства, ну, наверное, вот эта книга, и не только эта, она методологическую позицию доминировавших до последнего времени позиции, она её подрывает. Пока я не хочу сказать, что эта книга оказалась как-то в фокусе широкого обсуждения, здесь есть определённые проблемы. Проблемы, они связаны с тем, что когда тема украинская как-то заявляется сегодня, многие, как бы, каналы тут же это блокирует, эту тему вообще как таковую. Поэтому наш сегодняшний разговор, он вот вопреки этим блокировкам ведётся. Ну, наверное, какая-то реакция ещё будет, какое-то ещё широкое обсуждение будет продолжено, но пока вот есть такое негласное табу. Не очень хотят высокорейтинговые журналы брать украинскую сегодня тему вообще. Вы направляли статьи свои туда? Я непосредственно не направлял. Значит, на каком-то уровне статьи выходили ваковские журналы, но, знаете, есть как бы политика журналов, и предварительные, прежде чем направляешь, ведутся разговоры, есть темы желательные, есть темы нежелательные. Это у нас чувствовалось, когда мы до последнего времени входили в это сообщество, где ценились, до последнего не цениться, знаете, когда вот есть, хотя у нас заморозили на время ссылки на скопусы в Эпу в Сайенс, как рейтинг российских ученых. Но по сей день в грантовых позициях заявляется, что столько-то и столько-то публикаций сделано в скопус в Эпу в Сайенс. Ну а там вот есть прецеденты, и коллеги специально даже проводили эксперименты, направляли соответствующие статьи с позициями. Ответ был такой, не то, что научно не подходит. Ваша ценностная позиция не устраивает. Это поразительно. Наука, по идее, не должна зависеть от субъективных факторов. По идее, если в идеале говорить, наука занимается поиском истины. Знаете, оказывается, истина, она в интерпретациях разных ученых оказывается различным. Поиск истины приводит к совершенно разным результатам. В этом смысле в науке гуманитарной в целом идет достаточно очевидная, она велась раньше, идет идеологическая борьба. И в этих рамках, этих идеологических парадигм, в общем-то, и происходят основные столкновения. Знаете, есть две такие трактовки развития науки взгляда. Первый взгляд – смена парадигм. Есть некая Томас Кун, своего имя это изложил, структура научных эволюций. Есть доминирующая парадигма. Есть то, что находится в маргинальном пространстве первоначально. Но дальше на маргинальном этом пространстве накапливается большое количество фактов и аргументов. И вот эта парадигма доминирующая рушится. И то, что было когда-то маргинально незамечаемое, становится уже парадигмой. В этом смысле плохая оценка, вот с этой точки зрения плохая оценка, что та или иная публикация, та или иная идея, она находится как бы признана академическим сообществом. А признана академическим сообществом, значит, завтра оно, как нафталин, будет отброшено. Это с точки зрения Куна. А есть вторая позиция в отношении научных парадигм. Есть несколько одновременно существующих научных парадигм. Эти научные парадигмы соотносятся с системами ценностей. Доминируешь, хотим мы этого или не хотим. И этой системы ценности ведут между собой борьбу. Знаете, вот проделали некоторое время назад такой анализ о состоянии дел в высшем образовании по вообще преподаванию гуманитарных дисциплин. Получилась очень интересная картина. Получилась картина, но полного, так сказать, колониального состояния нашей гуманитаристики. В философии либо это вулигарная версия марксизма, версии бытия определяет сознание и такой вулигарный материалимз, либо это позитивизм и философия постмодерна. То есть вообще уход от больших смыслов, репрессинг этих смыслов. В истории, как я сказал, это версия концепции модернизации, то есть фактически универсализация западного пути развития. В экономике это всюду и везде менеджмент, как будто экономика, вообще управление равно менеджменту. Менеджмент – это максимизация прибыли при минимизации издержек. Это фактически легимитизация определенной модели экономики, определенной модели управления, именно соотносящиеся с капитализмом. В социологии это постиндустриальное общество, сервисное общество, информационное общество. Суть, мы в свое время приводили исследование, нет никакого постиндустриального общества. Вернее, то, что называют постиндустриальным обществом, это просто перемещение индустриального сектора из стран, условно говоря, Запада, стран золотого миллиарда, в те страны, где более дешевая рабочая сила. А на самом деле все эти социологические концепции подводятся под одно – нивелировка ценности труда, что якобы блага создаются где-то там финансовыми институтами и креативным сектором, но никак ни за счет ни труда. Ну и завершая, в политологии, ну это все как бы версии политологии, фактически political science сегодня это политология, это фактически о том, что только либеральная модель государственности, государство, оно эффективно против так называемой тоталитарной модели, автоитарной, хотя вроде бы у нас существует запрет на концепцию, на уподобление национал-социализма и коммунизма, вроде бы Дума это запретила, наказание предусмотрено у нас до сих пор, это как классика сравнения их сопоставления, как подверсии тоталитаизма, это как классика преподавания политологии, ну и последний год вот минул педагога и наставника в педагогике, но это исключительно западный концепт, концепция свободного воспитания, надо исходить из потребности ребенка, дать ребенку то, что он хочет, итог это психологические разрушительные последствия и для ребенка, и для социума в целом, они неочевидны, вот любую мы науку гуманитарную сегодня берем, и мы видим там доминацию вот этого заимствованного дискурса и, соответственно, производные от этого стратегические ловушки. Это из французской революции, да, тянется? Ну, я бы, знаете, в книге, о которой мы говорим, отчасти это есть. Откуда это тянется? Это тянется раньше французской революции, это Киево-Могилянская академия, значит, Киево-Могилянский коллегиум, значит, фактически он с какого-то времени, с 17 века, стал поизнаком западной большой учености. А я о другом. Вот именно вот эти концепции, которые вы говорили, информационное общество, менеджмент и так далее, и так далее. Вот эти подходы из французской революции? Конечно, французская революция, до французской революции выработан вот этот был просветительский дискурс. Конечно, вот эти вот перечелы... То есть, начало идея, потом реализация, но я говорю именно на практике. По-видимому, да, вот этот дискурс, сформировавшийся, который начал формироваться в 17 веке, но в 18 был завершен. Вот эта идея дикость, варварство, цивилизация, но в одном числе никак мы трактуем сегодня многополярный мир в отношении которого Путин сказал этой версии. Колониальная версия цивилизации. Это версия паритета Запада. Позиция такая, все, что не западное, это все варварство. И, соответственно, конечно, эти истоки, так или иначе, они перекликаются, идут из 18 века. Но плюс забывают в значительной степени то, что исходно-то они были квази-религиозные истоки. Забывают, в частности, в свое время была такая очень интересная статья, опубликованная Романа Гвардини «Конец нового времени». Он как раз об этом. Он об влиянии, в частности, философии пантеизма на формирование вот этих представлений. Бог разлит в природе. А если Бог разлит в природе, значит, любая самоорганизующаяся экономика лучше, чем если это организует человек. Бог же разлит в природе. Невидимая рука рынка – это невидимая рука Божья. Это следствие взгляда Адама Смита, который был пантеистом, и он начинал свой четырехлетний курс, он завершал политической экономии. А начинал-то он курс с теологии. А теология – это его была пантеистическая теология. Эта идея – если Бог разлит в природе, отсюда как бы легитимность политической идет снизу, общественный договор – глаз народа, глаз Божий. Если Бог разлит в природе, и, в общем-то, весь народ в совокупности, он как бы излагает взгляд Божий. И в этом отношении, конечно, особая переходная эпоха от Средневековья к Новому времени с квази-религиозными концептами, она стала дальше распространяться во всем мире, но надо иметь в виду, что она и отражает специфический европейский путь, и не просто научный путь, а определенные ценностные позиции, и даже позиции определенной религиозности. Это не христианская религиозность, как минимум. Продолжая тему того, что вы написали, давайте обратимся к тому, что происходит на Украине, и что сейчас. Все-таки вы говорили о прошлом, давайте про сейчас. Истекший 1923 год, он показал переход к одной такой политической ситуации, которая была не программирована ни у нас, ни со стороны наших противников. По-видимому, имело представление, иллюзорное, как и здесь, так и там, о таком близкой иге, что все это быстро можно провести. У нас идея близкой ига заключалась в том, что нас там ждут, стоит только начать, и нас будут встречать с цветами. Но первая степень подготовленности недооценили раз, и степень зомбированности недооценили два. Социологи сработали крайне плохо, но, по-видимому, сказалось, и нежелание расстраивать большое руководство в данном случае. Но, во всяком случае, идея, что это закончится за две недели, ну, максимум за пару месяцев, но это точно не сработало. Но не сработало, и как они трубили о том, вот этот контрнаступ, как это все, в общем-то, пропагандировали, не сработало и с той стороны. Но, судя по всему, судя по различным сведениям и так далее, есть, как бы так, частичная инсайдерская информация о некоторых докладах, которые, в общем-то, там на большом уровне с той стороны представлялись, о том, что здесь начнутся массовые протесты, проявит себя политическая оппозиция, и политическому режиму будет не до Украины, надо будет сдерживать свой народ. Ну, и недооценили состояние нашей экономики, наша экономика не в блестящем состоянии, но, то, знаете, сказалось, по-видимому, то, что у нас, как бы, так сказать, наша проблема оказалась в данном случае нашим преимуществом, они же все имеют по ВВП, такое, ВВП-центричность, ну, во-первых, ВВП не отражает никак состояние экономики, ВВП это о другом, ВВП это о степени рыночности, скорее, чем о реальной мощи экономики, ну, и потом, как бы, недоучили, по-видимому, наш, так сказать, серый сектор, вот, оценивая потенциалы нашей экономики. Ну, это наша проблема, но вместе с тем она сказалась на недоучете. Ну, короче говоря, ни те, ни другие в этой ситуации не дали точного прогноза. Итог. Итог, прошлый год это показало, существующий переход к позиционной войне. То есть, это война надолго, это война на длительную перспективу. А если это позиционная война, то есть, явно не военная операция, не операция, а позиционное противостояние, значит, в позиционном противостоянии имеют важность очень многие факторы. Это и экономика, это и социальная система, это и наука, это и образование, это и культура, это и все в совокупности на системном уровне. На системном уровне надо побеждать. Как? Понятно, надо каким-то образом осуществлять мобилизацию, модель демобилизованности, в которой перешел мир в конце 20 века, она уже не работает. За счет чего мобилизовывать? Но, значит, есть несколько версий, как осуществлять эту мобилизацию. Есть версия, условно говоря, по которой пошли ИГИЛ, запрещенные в России организации. Версия через вот эту ИГИЛ, причем в такой джихадистской форме. А это первая модель. Вторая модель, это модель, условно, мобилизации, ну, мобилизовать потребительское общество фактически невозможно. Вторая модель мобилизации через цифровой контроль. Ну, взять под контроль, то, что называют искусственный интеллект, это позволяет вот двинуться туда и через это, через технологии осуществить мобилизацию. Вторая модель. Третья модель, это как раз та, которая реализуется на Украине. Это та модель, которую пытались осуществить в 30-40-е годы в нацистской Германии. Модель мобилизации за счет создания зомбированного фанатического ядра нацистов. Такое фанатическое ядро было создано, там действительно люди-зомби. Такое ядро, это не все украинское общество. Это какая-то часть этого общества, но этой части, оказывается, достаточно для того, чтобы контролировать всех и, в общем-то, задавать эту логику конфликта. Вопрос к нам, а сможем ли мы найти модель мобилизации? С чем это связано? Возможно ли мобилизация к обращению к высоким духовным потенциалам человека? Вот об этом большой дискурс. Это как бы такой запросы к нашей тысячелетней истории, да и вообще к христианскому наследию. Но на Украине мы фиксируем вот эту вот ситуацию. Есть ядро, значит, взращенное вот этим украинским проектом, которое несколько столетий. А результатом этого столетнего проекта явилось вот это фанатичное ядро. Но дальше самое интересное. Мы находимся в состоянии позиционной войны. А вот это нацизм так устроен, энергетически так устроен, что он должен идти, он ищет жертву, он идет на конфликт. Без этого конфликта, без этой жертвы и движения нацизм как явление существовать не может. Позиционная война. Несмотря на все заявления. А дальше мы пойдем на восток. И Белгородщина, Курская область, Кубань – это все наши территории. А это звучало еще с 2014 года и произносили якобы их территории, естественно. Значит, это все звучало. А там это становится, очевидно, невозможным, практически неосуществимо. Но это нацизм. Он куда-то должен энергетически двигаться. Так вот мой прогноз, что дальше они повернут на Запад. И в западной истории, это так не раз случалось, англосаксы, вообще западные политики, они исходят, так, прокси-война, они очень не любят воевать сами. А лучше найти кого-то. Прокси – это означает по доверенности. Да. Значит, так вот мой прогноз, что может так случиться, что в результате позиционной войны и невозможности движения на восток вот эта вот энергетика окажется перенаправлена на Запад. Европейское сообщество еще вздрогнет от того, что они, в общем-то, в итоге создали. Поэтому правила бумеранга никто не отменял. Вот посмотрим. Но сайди с сынаев, как это будет развиваться из диагностировки современного состояния, я бы вот эту версию учел, что возможен такой поворот и, по-видимому, в связи с перспективой установления модели позиционной войны, это произойдет в какой-то не столь отдаленной перспективе. В какой-то форме может быть. В какой-то форме может быть. Ну, это может быть случиться либо. Проходящие абилитацию украинские нацисты на европейских территориях начинают требовать все больше, начинают выражаться таким простым языком, качать права, возникают конфликты с европейскими обывателями, и вот уже эта сила, столкнувшись с европейскими обывателями и с, так сказать, геей Европы, которые явно не готовы не воевать никакой мобилизации, начнут, в общем-то, выражать свои пейтензии на нечто. Это один вариант перемещенных и оказавшихся в Европе требований со стороны украинских нацистов. Ну, а второй вариант, ну, они же там, как бы, ненависть-то ко многим говорили, ну, вот-вот этот альянс с Польшей, там большая история взаимной ненависти. У них плохие, на самом деле, отношения с многими соседями. С Польшей, с поляками, с венграми, с ловаками, с румынами, вспоминая одного из идеологов украинского нацизма, Николая Мехновского, так он говорил, да, мы любим все народы, кроме москалей, ляхов, мадьяров, румынов, кого он там еще перечислял, в общем-то, всех соседей, вплоть до запоэта, вступление в семейно-брачные отношения с этими народами запрет на кровь, они их ненавидят. Это нацизм. Это, естественно, это, значит, логика... Или нацизм, точнее. Да, да, именно нацизм, потому что не национализм, национализм, национальное государство – это другое, именно нацизм. И в своем логической версии, вот это, начинали-то они с вопроса об украинском языке, значит, ну, тоже вопрос был такой, как бы превратить диалект, значит, и язык... Начинают они всегда с песен, танцев, говорят о возрождении именно в такой формировке культуры. Они всегда начинают, если смотришь историю сепаратистских движений, с демонстративно мирного, безобидного чего-то такого. Ну, уже, наверное, тогда у них в головах это было просто как инструмент. Потом это сложилось. Уже в начале, еще до 1917 года, тот же Николай Михновский, фактический переход к расизму, ну, а уже Донцов, известная фигура, значит, который, впрочем, преподавал в западных вузах и считался вполне легитимной фигурой, тут это все соединилось уже с нордическим расизмом, с нитшеанством, значит, это уже... Классический набор. Да, классический набор. Ну, и о чем Николай Ульянов не писал, соединение с неуязычеством, это уже послевоенные годы, рун вера, которая сыграла не последнюю роль в запрещенном в России правом секторе, запрещенном батальоне Азов и подобных течений. Все это перешло, конечно, вот в такую... Начиналось все с песен, плясок и ГПК, закончилось это все таким откровенным расизмом с таким потенциалом на осуществление геноцид в отношении того, кого они считают врагами. У вас это описано все подробно? Это описано достаточно подробно. Я старался акцентировать те внимания, которые Николай Ульянов, можно эту книгу прочитать и нужно, наверное, кто хочет разбираться в украинском нацизме. Но он объективно не мог кое-что описывать, поэтому это составило основу книги. Не думали вы о том, чтобы прислать вашу книгу представителям властей в России? Ну, вы знаете, кому-то удается передать эту книгу. Есть некоторая акция, значит, с той точки зрения, что книга практически полезна, полезна практически, потому что есть там развенчание пропагандистских мифов, которые созданы там, значит, на Украине, фактически на Западе, поскольку на Западе создавались, и учебники истории Украины создавались там. Она практически полезна для развенчания этих мифов. В общем-то, тот, кто работает непосредственно по этой проблематике, ну, какую-то определенную благодарность за это высказывают. Дальнейшие планы, продолжение темы будет? Есть дальнейшие планы. И, вероятно, в этом году будет, я попытаюсь завершить этот проект, это проследить и сравнить генезис различных нацизмов. Мы столкнулись сегодня с тем, что есть и нацизм, и не только украинский. Нацизм проявляет и поднимает голову, казалось бы, ну вот, затихли все события на Ближнем Востоке, но вновь и вновь он поднимает голову. Нацизм многолик. Нацизм, надо посмотреть на него из точки зрения каких-то таких темных сторон человеческой психики, с одной стороны. Поэтензии на антропологическое превосходство, вот эту идею, как воспроизводится эта тема. Ну и социально-экономические обстоятельства, что побуждает и порождает этот нацизм. Кто его проектирует? А сегодня, если что, видно, и вот это проектирует. Не только на Украине эта проектировка присутствует, вот эта задача – посмотреть, попытаться сравниться, поставить эти нацизмы и как некое явление общее его попытаться рассмотреть. Ну вот, если говорить о германском нацизме, то, ну, конечно, вам известна позиция советской историографии. Это вот объясняли позиции финансово-промышленных кругов, причем, наверное, даже, в первую очередь, промышленных кругов. Это, в принципе, выводили из достаточно материалистических, даже сугубо материалистических причин. Ну, это марксизм, и поэтому ничего удивительного в этом нет. А вы как считаете? Знаете, весь вопрос зависит от масштаба рассмотрения. Сегодня вот историко-культурный стандарт, с кем воевали? С кем воевал Советский Союз? Там ничего лучшее не нашли, чем назвать с гитлеровской Германией. С гитлеровской Германией. И все. Значит, как будто тема сводится к Германии, и как будто тема сводится исключительно к гитлеизму. Нет даже понятия фашизм, нацизм, хотя понятие, понятно, есть дискуссии в отношении как бы применимости категории фашизма, но это отдельный вопрос. Я-то считаю, что вот эта тема уходит, конечно, финансово-промышленные круги были заинтересованы в том, чтобы, значит, породить это явление, и то, чтобы, в общем-то, направить на Восток, вывести, значит, вывести из состояния кризиса. Война потребовалась. Это все было. Это было, но это, понятно, недостаточно. Мы имеем дело с неким фундаментальной вещью. И если мы, знаете, я сторонник того, чтобы рассматривать, есть такая точка зрения, что идеологии возникли, ну, в эпоху модерна, значит, модерн – это и породило идеологию. Идеологии, с моей точки зрения, существовали всегда, сколько давно существует человеческая история, история государств. И фактически то, что мы определяем как нацизм, а что, в древнем мире в античность не было этого же явления? Раб – недочеловек, варвар – недочеловек, есть люди и недолюди, и сверхлюди. Якобы. Да, якобы, мы оговариваемся, значит, это модель антропологического превосходства и неравенства, этот языческий империализм, а германский нацизм, он фактически и апеллировал к этим культурным темным кодам языческого прошлого, неоязычества, отчасти возвращенные несколько версий, но все равно эта тема племенного кровь, превосходства и неравенства, оно все имело место быть уже тогда в древней проекции человеческой истории. И тут Нагорная проповедь Хайста, и тут движение апостолов, и тут позиция «нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни свободного, ни раба, все едины, и во всем Хайстос». И эта христианская проповедь стала альтернативой по отношению к этому миру языческого антропологического неравенства, и вот этот языческий мир, он уже не мог существовать в той версии, в которой был до возникновения христианства. И отсюда, но эта составляющая, она периодически поднимает голову, она подняла голову в 30-е 40-е годы, она была подавлена, казалось, после 45-го года уже ничего не может, ничего подобного повторится, но это все ушло куда-то на полуподпольное существование, и вновь эта сила поднимает голову. Поэтому важная вещь. Банкиры, проектировщики, об этом надо говорить, об этом надо говорить, но это недостаточно. И тот опыт, то, что не искоренили это явление, значит, надо уходить куда-то более глубоко. Фундаментально смотреть на это явление. Как на сатанизм. Ну, по большому счету, все эти, как бы, аккумуляции вот этого мира неравенства человека, человека-ненавистничества, ну, аккумулятивно, на религиозном языке, это все можно сказать и определить этому маркеру сатанизмом. Знаете, Аббат Боруэль дал свой прогноз, оценивая ситуацию во время французской революции. Мы практически этим завершаем, с этого начинали, этим завершаем. Он называл вот эти революционные радикальные движения, идеологию, словом, якобинство. Ну, потому что это было когда написано. Он говорил, что если якобинство победит, то общество будет уничтожено. Это его прогноз на будущее. Это речь была не только о Франции. Фактически, мне кажется, он говорил о сатанизме. И это будет мой последний вопрос. Вот те тенденции известные, которые идут на Западе, и которые, наверное, пытаются навязать и другим странам мира, они, будучи противоестественными и разрушительными, фактически подтверждают правоту Аббата Боруэля, который прослеживал связь между вот этими деструктивными событиями, которые происходят на его глазах во Франции, и идеологией. Как вы считаете, это тоже проявление сатанизма? Знаете, мы начали разговор с вопроса о научности. К сожалению, из научного дискурса оказываются выведены многие фундаментальные вопросы. Но по большому счету, если посмотреть все то, что описано в Откровении Иоанна Богасового, или то, что описано в пророчествах других традиционных религий в отношении будущего. Вот эта как бы разверзшаяся бездна, значит, продуцирование темных сторон такого хаоса представлен, ну, это вот наша современная ситуация. Бездна действительно раскрылась. С начала, наверное, 90-х годов, хотя тенденция есть к этому, когда ушла какая-либо альтернатива, и вот этим силам зла, в безальтернативной перспективе, возникло представление, что можно делать все, что угодно. Но, знаете, зачастую вот то, что обсуждаем здесь, значит, и такие есть обвинения, но что вы тут говорите, это все конспирология. Конспирология. Сегодня достаточно открыть стратегические документы, как стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, значит, глобальные тренды ЦРУ, как прогнозы. Сегодня это все дается публично и открыто. Идет разговор о формировании мировой империи и мирового правительства. Как бы уже даже название для этого мирового правительства фактически существует. Мы живем вот в эпоху такого вызова. В 30-е 40-е годы это еще реализовать было технологически невозможно. Сегодня это даже технологически возможно, поэтому мы действительно вступили вот в такую ситуацию. Да плюс к тому и общество везде фактически демобилизовано, потребительские императивы жизни, гедонизм, как бы это все, это то, что называлось в откровении Иоанна Богослова, перспективы империи Антихриста. Но вот так это сегодня. Мы живем, и важно осознать, конечно, серьезность этих вызовов. На этом мы передачу завершаем. Большое вам спасибо. В студии был Вардан Эрнестович Багдасарян, доктор исторических наук. Обращаю внимание на его новую книгу. До свидания.